Друзья, в этом видео мы поговорим о том, что нужно сделать, чтобы поучаствовать в торгах по приватизации. Первичное, что нам необходимо сделать, это найти предварительную информацию. Сначала смотрим аукционную документацию, далее ищем информацию на официальных сайтах. Потом, если нет никакой информации или недостаточно, делаем запрос на e-mail организатору торгов на предоставление фотографий и отчета оценщика. Контролируем это все звонком. Данный пункт регулируется 135 Федеральным законом об оценочной деятельности ст. 8. Претендент не допускается к участию, если 1. Документы не подтверждают право претендента быть покупателем. 2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем. 3. Заявка подана лицом, неуполномоченным претендентом. 4. Проблема с задатком. Не подтвержден, не подан срок, не оплачен в полном объеме либо подан с нарушениями. Способы подачи заявки. Вы можете подать заявку электронно через электронно-торговую площадку, привезти ее лично, через доверенное лицо, по электронной почте, почтой России или курьерской доставкой. Особенности подачи заявки на торги путем прямой продажи. Законом это никак не регламентируется. На текущий момент для нас открыто два способа. 1. Отправка заявки на электронную почту организатору торгов. 2. Отправка заявки в конверте. 4. Оплата задатка. Задаток у нас оплачивается либо на счет муниципалитета, по-другому на счет организатора торгов, либо на счет электронно-торговой площадки до окончания срока подачи заявок. 5. Претендент не допускается к участию в торгах, если представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении. Заявка подана лицом неуполномоченным претендентом на осуществление таких действий. Не подтверждено, установлены срок поступления задатка на указанный счет. До признания претендента участником он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. Субтитры создавал DimaTorzok